Всем привет! Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok С кораблей в Черном море 6 крылатых ракет «Калибр», а также 2 крылатые ракеты «Искандер-К». Уничтожено 29 крылатых ракет, также сбиты 2 ударных беспилотника «Шахеда» и 2 разведывательных беспилотных аппарата оперативно-тактического уровня. Отметим, что над Киевом были сбиты все цели, но в результате попаданий пострадало промышленное предприятие в Одессе и объекты инфраструктуры в Хамельницком. Для удара по Киеву Россия, вероятно, использовала крылатые ракеты и разведывательные беспилотники. Все цели в воздушном пространстве Киева были уничтожены. Однако из-за падения обломков в Деснянском и Дарницком районах было возгорание на территории гаражного кооператива, которое быстро ликвидировали. По всей вероятности, сегодня рашистами было выпущено не шесть, а семь ракет «Калибр». Седьмая ракета упала в районе села Вулкановка Ленинского района аннексированного Крыма. Ее обломки рано утром обнаружил местный пастух. На фоне этих событий в Киеве прошла встреча Зеленского и спецпредставителя Китая Ли Хуэя, который сообщил, что Китай поможет в решении кризиса в пределах своих возможностей. На самом деле формулировки китайских товарищей, коими пользуется спецпредставитель, весьма размыты. Цитата. «Пекин будет помогать урегулированию конфликта в Украине по-своему. Для урегулирования украинского конфликта нет какой-либо чудесной панацеи. Нужно, чтобы все стороны, исходя из собственных позиций, накапливали взаимное доверие. При урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль». Конец цитаты. В переводе с дипломатического это означает «мы не знаем, как это остановить, но хотим участвовать в роли миротворцев, ведь нам с Украиной возможно еще и граничить». Кто знает, как развернется вектор. Наверное, именно поэтому миссия Ли Хуэя не ограничивается переговорами с одним Зеленским. Китайский спецпредставитель собирается посетить Брюссель, после чего отправится в Москву. Также в рамках турне планируется посетить Варшаву, Париж и Берлин для встреч с высокопоставленными сотрудниками местных МИДов. Даты не уточняются. Похоже, Китай намерен активно включиться в игру в утвержденной парадигме строительства двухполярного мира. И роль Украины на политической карте будущего формируется прямо сейчас. Полностью этот сюжет, пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon. Становитесь нашими патронами прямо сейчас и смотрите далее в этой программе. На фоне критичного ослабления роли России в Среднеазиатском регионе Китай проводит двухдневный саммит в Сиане, направленный на усиление своего влияния в Центральной Азии. В аннексированном Крыму неспокойно. Мало того, что рашистские ракеты падают, так еще и поезда сходят с железнодорожного полотна. В апреле 2023 года 35% производителей сообщили о дефиците необходимых специалистов. На фоне массовой утилизации населения на войне кадровый голод побил очередной рекорд, оказавшись самым сильным с 1996 года. Завтра в японской Хиросиме начинается саммит глав стран Большой Семерки. И от его результатов ждут многого. Правда, Байден летит в плохом настроении, а вот Риш и Сунок полон оптимизма. Предчувствуя горячий сезон охоты на свою тушку, Путин озаботился вопросом собственной безопасности. В сети появились схемы и чертежи подземной части Дворца Путина в Геленджике. А в это время неуемный Пригожин продолжает делать новые подметные заявления, пока Путин ограничивает доступ к своему телу. Из тех, кто может лично прикоснуться к вождю, на сегодняшний день остались только Шойгу, Кочнев и Патрушев. Ах да, еще Патрушев младший. Сюжет «Бункер и реальность» смотрите на Dailymotion. И совсем последнее. ФБК анонсировал проведение всемирной акции в поддержку Алексея Навального 4 июня. Господа оппозиции стали забывать. Нехорошо, ведь сколько сил и бабла ввалено. Приказано вернуть в мировую повестку мироточащий образ оппа-вождя. Если, конечно, получится. И на этом на сегодня все. Полную версию этой программы, пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon. И огромное спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. Всех обнял. Увидимся с вами завтра в пятничном прямом эфире. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!